Вольником является базовым Десгрин. И в очередной раз два борца начинают поединок, очень хорошо работая руками в стойке. Я на выбой как раз для Митра Сула в родах из Булаева вы видели непосредственно против Фабрицо Курьера. Мне запомнилось, что бой был очень напряженным. Я не помню, к сожалению, как он играл. Просто по нарезке, по самморе, которую я и хотел отметить как тезис в отношении Фабрицо, я увидел, что этот парень очень серьезный в своих возможностях. И он достаточно такой очень непростой бой. Пришлось тогда, мне кажется, провести в родах из Булаева нашему соотечественнику и прекрасному бойцу, про которого я уже говорил выше, что это, мне думается, самый сейчас топовый проспект, особенно в средних весах в нашей стране, который выступает в Соединенных Штатах. Это, кстати, последний был бой у Фабрицо Геррейро. И вот, да, мы видели как раз нарезки ситуации, когда очень опасно бразилец атаковал. И в результате во втором раунде, там, около минуты прошло с начала второго раунда, попался Фабрицо на удушающий прием. И, если мне не изменяет память, треугольником. Треугольником, да. Магомед Рассо. Легко в итоге расправился. Хотя вот эпизоды показывались, видимо, из первого раунда. Такое ощущение было, что бой выиграл в итоге Фабрицо по этим эпизодам. И по-другому бросок здесь. Бросок такой, полубедро, полуподхват. И дзюдо такой, в большей степени, да? Да, очень красивый амплитудный бросок получается у Геррейро. И, кстати, я сказал, что он занимался джиу-джитсу. На самом-то деле, я ошибся, он... Дзюдоист как раз, да? Нет, дзюдоистом будет другой бразилец, который еще сегодня выйдет, Диего Нунес. Вот он как раз дзюдоист. Причем выигрывал там различные соревнования в Бразилии на уровнях штата под дзюдо. Нет, этот парень... Очень хорошее было действие, такое очень креативное, неожиданное. С прыжка ударом полукоротым справа. И не хватает, конечно, все равно, что говорит здесь, Ян, не хватает качественной ударной техники обоим. Как раз не видят они, не подбирают правильную дистанцию. И вот сравните по ударной технике вот этих парней с окопом. Да, это, конечно. Это просто совершенно разные уровни. Сравнивать их просто нельзя. Тем обиднее как раз поражение окопа в сегодняшнем поединке. Мне кажется, у окопа степанен потенциал. Вот эти соперники как раз самые могли быть непредсказуемые и опасные. Это, конечно, российский боец Фродох из Булаев. Российский боец Шамбулат Шамхалаев. Вот, мне думается. Ну, плюс бразилец тот, который все время за счет, опять же, правильной тактики, выбранной против как раз нашего спортсмена, он тогда одержал победу за счет партера и всевозможных именно уловок борцовских приемов, которые он использовал очень качественно и давал себя нокрутировать от окопа. Вообще очень хороший, очень мощный, наилегчайший дивизион в Булаторе. Пэт Карен здесь очень злой парень. Да, Пэт Карен, конечно, это, наверное, может быть один из лучших. На данный момент вообще лучше, да? И очень интересно. Я, например, просто с нетерпением жду, когда состоится поединок между Фродох из Булаевым и Пэтом Кареном. Безусловно, многие из вас помнят, уважаемые телезрители, как рассыпались наши надежды, когда Шагбулад Шамхалаев проиграл Пэту Карену. Гильотиной там выиграл этот поединок американец. И как раз Шагбулад Шамхалаев спортсмен высочайшего уровня. И насколько легко, во всяком случае, безуайно удалось одержать там победу Пэту Карену, это говорит об очень многом. Да, согласен с вами. Этот бой, конечно, очень многие, я думаю, ждут. По крайней мере, те, кто следит за развитием событий в этой промоутерской организации, под названием «Беллатор», конечно, я думаю, что однажды, может быть, мы все-таки этот бой увидим. Пожалуй, больше, только я ждал боя между Александром Шлеменко и Дагом Маршалом. Но, к сожалению, бой этот не состоялся. Есть еще надежда, что он состоится. Американец сломал руку накануне поединка. И в результате вот мы увидели на прошлой неделе просто феерическое зрелище. Шлеменко разобрал просто на детали. И вылетел Брэда Купера, Брэда Купера. И те из вас, уважаемые телезрители, кто не смотрел по каким-то причинам этот поединок, не поленитесь, найдите на нашем сайте sportbox.ru и обязательно насладитесь этим зрелищем. Это было просто нечто незабываемое. Это настоящая война была. Да, Ян, как вы рассказывали об этом поединке, мне очень сильно хочется посмотреть этот был уже в повторе на спортбоксе. Потому что были там, оказывается, эпизоды не только односторонние. Такие вот говорящие о том, что сверхуверенную победу держал Александр. Оказывается, было еще испытание. Да, во втором раунде на грани поражения был наш спортсмен. На грани поражения. И после этого настолько уверенно закончить поединок своей. За счет невероятной функциональной подготовки. Да, функции, конечно, у Александра, я считаю, тоже он, вот как и Фродох из Булаев, мне кажется, это вот два примера российских бойцов. Наверное, для всех остальных. Что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы правильно подвести себя к бою. Потому что прекрасно всегда они себя чувствуют в поединке, том или ином, именно по функциональным возможностям. Дыхательная составляющая великолепно. Мощь, сила. Все присутствует. Сейчас зацепом пытался бросить американский спортсмен своего бразильского визави. Он сейчас интересно, как бразильцы себя поведет. Вроде бы захватил со спины. Будет сейчас привязывать за счет ног. Закрывать возможность передвижений потенциальных Дезу. Нет. Не пробует все-таки в каких-то борцовских элементах продолжить поединок. Сейчас уже ударная техника идет, такая очень креативная. Колени в бедро, в заднюю поехать с бедра наносит удары с стороны Фабрисио. Не думаю, что это сверхэффективно. Учитывая, что такая патовая ситуация для того, чтобы все-таки очки шли. Здесь было попадание такое достаточно неприятное и очень болезненное. Под сустав. И сразу же на следующий удар оппонент Фабрисио убирает ногу, дабы не пропустить туда же еще раз. Очень неприятно сейчас все-таки. Эти действия, они возымели эффект, как мне кажется. Смотрите, еще раз пропускает коленом в заднюю поездку. И вот сейчас попытка. Особенно мне всегда любопытно в таких случаях смотреть на знания мастеров смешанного боя. Именно борцовские знания. Вот захватиться, прихватить, сделать бросок. Попытка вот еще один. Подсечка классная. Сейчас работа у сетки как раз идет. Это же целая история, да, про эту работу у сетки. И бросить оказалось недостаточно. Несколько раз отправил на канвас его соперника Фабрицио Геррейру. Но в результате ничем это не закончилось. Потому что очень грамотно защищался Грин. Очень грамотно работал он у сетки. Все время прикрывал спину. И в результате вот увидим стойку вновь. И все начинается с начала. Да, здесь вот в стойке оба они, конечно, получают, видимо, какое-то удовольствие. Что-то делать или осуществлять какие-то те или иные удары. Попробовать даже инокрутировать соперника. Но, конечно, нет пороха. Нет знаний. Нет навыка. Нет каких отработанных комбинаций, вы знаете. Этого нет у обоих спортсменов. Но при этом великолепная борьба. Знания борьбы. Причем разные знания борьбы у двух этих прекрасных бойцов. Атакует теперь Десс Грин. Решил он попытать счастье. И попробовать сделать перевод в партер. Я внезапно понял, где-то, наверное, на четвертой минуте первого раунда, почему такое прозвище у Десса Грин. Почему хищник. Смотрите на его косички. Вспомните знаменитый фильм 93-го или 94-го года, если я не ошибаюсь. Хищник второй. Именно эта часть мне больше всего запомнилась. Где там в городских джунглях охотится он на своих жертв. Оу, здесь пах удар был. Это явный достаточно. Пенальти. Ее еще называют так образно. Некий же организм такой спортивный. Пенальти. Именно паховый ураг. Пенальти, видимо, потому что по органам, которые похожи на футбольный мяч, наносятся. Это интересное сравнение, конечно. По своей форме, во всяком случае. Да, но есть еще просто пенальти термин именно в армейском рукопашном бое, когда идет добивание. В армейском рукопашном бое, напомню, как раз разрешено добивание ногой, когда ты находишься в позиции партера, твой соперник находится в позиции партера. И можно добивать ногой в голову, потому что, напомню, дорогим друзьям, что в армейском рукопашном бое есть амуниция, шлем с клеткой. И там вот это пенальти, пресловутое, оно разрешено. А вот здесь как раз захват ноги, тут же подсечка и бросок. Тейк-даун есть, второй подряд. Здесь еще пару технических действий, таких результативных Деза Грина, это как минимум баллы. Ну да, учитывая, что очень равный был раунд. В концовочке. Да, возможно, что вот так концовочку именно в психологическом плане и забрал Дез Грин. И судьи сейчас с большой долей вероятности поставили именно в его пользу этот раунд. Дез Грин, как он реагирует на слова своего углового. Очень спокоен, прекрасно функционально готов. Вот сейчас мы видим пример совсем иного. Прекрасная функциональная готовность. Очень размеренно происходит дыхание этого спортсмена. И четко слышит, и отвечает, знаете, будто он за чаем находится со своим другом. Он разговаривает о совсем отдаленных темах, житейских проблемах. Слушает какую-то интересную историю. Да, вот редко такое возможно увидеть. Ну, опять же, я считаю, это связано с тем, что нет серьезных панчей. Нет серьезных попаданий с рук, с ног в область головы и туловища. Поэтому парни свежи. Много передвижений, много динамики. Но нет именно пропущенных тяжелых ударов с обеих сторон и нанесенных, соответственно. Обратите внимание, независимый арбитр дает Герреро оба раунда первых. Вот здесь сейчас было так неплохо. Но продолжение интересное. Взял сейчас Дез Грин. Сейчас должен он бросать назад, но для этого требуется очень много сил. Либо подсечка. Подсечка, если ронять вперед, вот в той позиции, которая была. Ну, сейчас даже не будет он бросать. Там он упал бы на сетку и опять началось бы то же самое все. Да, маневры работы в клетке. Очень сильно отличаются от маневренности боя в ринге. Мне пришла в голову такая мысль, Максим. Наблюдаю я вот за тем, как парадоксально эти спортсмены комфортно чувствуют себя в стойке, где они явно это ни конек, ни того, ни другого. Судя по всему, они себя чувствуют в безопасности в стойке, так как понимают, что соперник не может ничего серьезного предложить. Согласен психологически, они себя очень спокойно чувствуют, потому что нет пропущенных ударов. А мы же знаем, нет пропущенных ударов, нет опасности, нет страха. И действительно, вы правы, я согласен полностью. Это влияет именно на ход поединка. Сейчас вот в такой позиции они тоже пытаются друг другу что-то сделать. Эти удары, сейчас уже такой обмен любезностями. В первом раунде делал что-то подобное Фабрисио, бразильский атлет. Но в этом раунде уже Дэс Грин возвращает ему должок ударами коленями в область бедер и вот этих двуглавых мышц. Как и задние поверхности, так и передние поверхности бедра наносят именно туда множество ударов. Ну и попытка опять же, наверное, вывести все-таки себя. Вот здесь как раз контрприем четкий, но нет, не получилось это четко исполнить. Сразу же попытка атаки из гарда в исполнении Фабрицио Герреро. Вот такой типичный прием для представителей бразильского джиу-джитсу. Очень нестандартный переход. И сразу же, когда, казалось бы, соперник почувствовал вкус крови, бросился атаковать, едва не провел, там, насколько я понимаю, треугольник пытался закрыть Фабрицио Герреро. Да, Фабрицио сейчас очень хаотично, неподготовленно атакует с рук, с ног, с коленей. Но все это, конечно, очень слабая сторона обоих атлетов. Не могут они похвастаться хорошей даже ударной техникой, я не говорю о каких-то прекрасных возможностях, о которых в том числе можно вспоминать о нашем окопе Степанине, да и о нашей Булате Шамхалаеве, в том числе и Фродо Хасбулайеве. Все эти парни, особенно окоп, конечно же, уверенно чувствуют себя в ударной технике. Здесь обоим спортсменам чем-то подобным похвастаться невозможно. И все это, опять же, наносит очень серьезный отпечаток на ход поединка. Получается бой блеклым. Да, каким-то сумбурным, скорее всего. Да, и нет таких ярких моментов в партере, они не переводят друг друга в партер. Они опасаются, не хотят усложнять себе жизнь. И ничего мы не видим в стойке вообще. Ну, это вот как раз то, о чем говорил окоп Степаняно. Вот следующая пара будет спортсменов Патрицио Питбунь, Фрейре, Диэду Мунис. Там тоже будет такая история с решением судей. Но сейчас оба спортсмена пускают, по сути, на самотек это дело. Неизвестно, в чью сторону склонится чаша весов, когда будет принято судейское решение. У каждого из них, безусловно, есть надежда на то, что именно он станет победителем. Причем надежда обоснованная, потому что схватка, по большому счету, примерно равна. Но кто-то в результате будет чувствовать себя обделенным. Да, очень много таких действий совсем неэффективных. Я уже не говорю про эффект какой-то. Причем силы есть у обоих. Они могли бы сделать больше, и тот, и другой. Конечно, конечно. Особенно, мне думается, Дест Грин вообще прекрасно себя чувствует. Дышит просто как будто только что вышел получать какую-то нагрузку. Совсем все только начинается для него. Сейчас из левши пытается что-то сделать. Ну, мне думается, что бой уж точно, знаете, не получился для обоих спортсменов. И, наверное, в копилку трудно им будет занести этот поединок. Сверхравный он был с какими-то такими обменами, попыткой даже обменов любезностями. Вот эти, мне только запомнилось, клич с одной и с другой стороны у клетки и нанесение ударов коленями. Все остальное это были, ну, может быть, пару тейкдаунов, наверное. Вот опять же, с стороны Дест Грин в концовке, там, предыдущего раунда. За короткий промежуток времени, все остальное, все удары в молоко практически, мимо цели. Совсем рядом, либо совсем далеко от цели. Очень много промахов, очень много провалов. Такой бой, честно скажу, не на заглядение как раз. Ни одного акцентированного хорошего удара. Да, помним, вспомним, сколько таких ударов было нанесено за один первый раунд, когда окоп Степанян дрался. Там, не знаю, больше чем, ну, я не буду говорить, что больше, чем за весь этот бой, потому что здесь их просто не было. Но, возможно, больше, чем за все четыре остальные боя, которые мы сегодня видели. Да, здесь вот все-таки еще напомню, правильно вы отмечали, Ян, перед началом этого поединка, что парни все-таки будут состязаться очень молодые. Для профессиональных единоборств, для профессиональной ММА, я думаю, что это только начало поступей их, и поэтому, по большому счету, сделаем вот на это скидку. Все-таки это такие серьезные такие первые шаги в карьере одного и другого. Все-таки, да, Фабрицио Геррейро, трехкратный чемпион своего штата по дзюдо, вот он сейчас на ваших экранах. Да, но бросок мы запомнили, да, в первом раунде, вот этот классный такой амплитудный бросок-плотечка. Типичный, да, бросок из арсенала дзюдоистов. С подхватом-прихватом. Ну, очень такое, наверное, спорное решение, я думаю, будет. Здесь, мне кажется, уже вопрос промоушена. Да, видите, вопрос промоушена.